Ну, конечно, те, кто столкнулся с этой проблемой, знают, что псориаз это хроническое аутоиммунное заболевание, такой нехороший дерматоз, поражающий в основном кожу. Да, бывают более серьезные формы, но обычно страдает именно она. Обычно это такие красные сухие, приподнятые над поверхностью кожи, пятна, они называются еще папулами, которые постепенно сливаются между собой, образуя характерные бляшки. И эти папулы являются по своей природе участками хронического воспаления и избыточного роста лимфоцитов, макрофагов, кератиноцитов кожи и избыточного ангиогенеза, то есть разрастания новых мелких кровеносных капилляров. Заболевание может начаться в любом возрасте, но чаще всего эти бляшки появляются где-то в районе 20 лет плюс-минус 5, там 15-25. Интересно, что псориаз – это болезнь белых, потому что среди представителей негроидной и монголоидной рас эта болезнь встречается гораздо реже. Значит, известно, что псориаз чаще всего развивается у больных с изначально сухой, тонкой, чувствительной кожей, чем у больных с жирной или хорошо увлажняемой кожей, и значительно чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В Евразии, в общем-то, довольно ровная картина по псориазности, скажем так, да, то есть и, собственно, вообще северное полушарие больше знакомо с этой болезнью, и выяснено, что в развитии псориаза велика роль наследственного компонента, и уже известны многие из генов, которые ассоциированы с развитием псориаза, или прямо участвующих в его развитии, или как-то косвенно. Значит, интересно, что псориаз – это такое заболевание, которое может спонтанно возникать, спонтанно спадать, вроде бы без всякой видимой причины. И часто первые признаки псориаза проявляются после, например, перенесенного стресса, причем и физического, и психологического, повреждения кожи, перенесенной инфекции, допустим, стрептококковой или грибковой. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, избыточный вес, неправильное питание, в общем, все что угодно, включая лак для волос, некоторые кремы и лосьоны, и даже антидепрессанты, могут способствовать неожиданному возникновению псориаза. Обратите внимание, приближаемся к грибам, да, это интересно. Для развития грибковых инфекций не более благоприятно влажная, мокрая кожа, а для псориаза нужна, наоборот, сухая. И вот проникшая в сухую кожу инфекция вызывает так называемое сухое хроническое воспаление, это умеют делать и грибки. И это воспаление, в свою очередь, вызывает симптомы, характерные для псориаза, зуд, повышенная пролиферация клеток кожи и так далее. Значит, это приводит к дальнейшему усилению сухости кожи, и потому, что продолжается воспаление и усиленный рост кератиноцитов, и потому, что инфицирующий организм, грибок или бактерия, потребляет влагу, высасывает ее из кожи. А так, в противном случае, эта влага послужила бы для увлажнения кожи. Чтобы избежать чрезмерной сухости кожи и уменьшить симптомы псориаза, больным псориазом лучше не сильно пользоваться всякими мочалками, скрабами, особенно жесткими, да, так как они не только повреждают кожу, но и соскабливают с кожи верхний защитный роговой слой и драгоценное кожное сало, которые в норме защищают кожу от высыхания и проникновения патогенов. Есть, я был сам тому свидетелем, не потому, что болен псориазом, у меня много родных, кстати, и знакомых, которые заболены этим неприятным, внешне некрасивым заболеванием. Есть альтернативные, временами интересные способы лечения псориаза. Вот, кто застал времена СССР, знают, что когда Азербайджан был еще Советской Республикой, то там в городе Нафталан, нафталановой нефтью, ваннами, буквально нафталановыми ваннами из этой нефти, которые длились там порядка 10 минут, в сочетании с физиотерапией, лечили псориаз довольно успешно, загоняя его в невизуальное состояние на полгода и больше, и в среднем ремиссия, вроде бы по статистике, длилась от года до трех лет. Сейчас есть, по-моему, в Азербайджане тоже такие курорты. Очень интересно, что для лечения обычного псориаза, вот если вы были в Турции, в Болгарии, там есть такие ванночки или аквариумы с маленькими серыми рыбками, куда опускают ноги или руки. Это типа такой прикол, но на самом деле не прикол, потому что это классическая турецкая методика лечения псориаза. Это маленькая рыбка из семейства карповых, ее зовут рыжая гарра, хотя она серая, гарруфа на латыни. Так вот, прикол в том, что если вы опускаете в воду конечность, пораженную псориазом, где смует стайка этих рыб, она, стайка, рыбки, начинают объедать кожу на псориатических бляшках, а все остальные места организма не трогают. И после такой обработки, примерно полгода, псориаз находится в невизуальной форме. А, кстати, ну это я как в рюме с вами рассказываю, да, в Турции существует запрет на вывоз этих рыбок. А, ну а еще, как человек, интересующийся палеонтологией, я точно знаю, что пытаются лечить, это я все про альтернативные вещи, да, пытаются лечить псориаз молотыми белемнитами. Но это уже явно прикол. Значит, теперь давайте о реальном лечении псориаза и о грибах. Надеюсь, вы знаете, это очень просто, что первым шагом при лечении простого, или как его еще называют, зимнего псориаза, является выявление и устранение возможного дефицита витамина D. И множественные исследования показали, что применение высоких доз этого витамина приводит к значительному улучшению состояния пациентов, доводя примерно 70% из них до ремиссии. Мы с вами знаем, ну уж я-то знаю точно, да, что главные грибные источники витамина D это чага и вешенка. Поэтому в любом виде, совершенно необязательно в виде препаратов, капсул, да, или экстрактов, просто поедая или заваривая, вы насыщаете себя хорошим количеством витамина D. Туда же, кстати, и лисичка, и вообще многие грибы, которые прикольцы витамина D. В плане сложных форм псориаза исследования последнего десятилетия привели к появлению новых высокоэффективных и узконаправленных средств и методов лечения. И некоторые из этих средств и методов уже получили соответствующее разрешение на применение псориаза, то есть прошли клинические испытания. Некоторые находятся в фазе 3, но это уже не важно. Эти новые средства и методы используют последние данные о том, как иммунокомпетентные клетки, и хорошее слово, оно мне нравится. То есть это Т-клетки, дендритные клетки, макрофаги инфильтруют кожу больных псориазом, как они взаимодействуют при помощи химических сигналов, то есть цитокинов, да, друг с другом, как происходит ангиогенез, разрастание капилляров в коже, что именно вызывает воспаление и повышенную пролиферацию кератиноцитов в коже. Это уже все стало более или менее известно. И поэтому новые разрабатываемые средства направлены как раз в основном. Существует две главные стратегии. Первая – это подавление деятельности, избыточное, этих самых иммунных клеток, и подавление их взаимодействия посредством химических сигналов, то есть антицитокиновая стратегия. Приятно, что существуют такие грибы, которые от природы умеют делать то же самое, что сейчас стараются разработать в плане новых лекарств специалисты-биохимики. Чемпион по снятию воспалений при аутоиммунных заболеваниях – это тераметас. Это, так сказать, безусловный гриб, который следует в том или ином виде принимать при псориазе. Иммуносупрессия, то есть подавление иммунитета – достаточно редкая особенность вообще и среди грибов в особенности. Но есть два вида грибов перспективных, с настоящей хорошей иммунодепрессантной активностью, которые можно включать в состав кремов или мазей и использовать при псориазе. Это березовый линзит из березовой, боюсь, что у него нет полного русского названия, линзит из бетулина, латынь. И мерепил гигантский, такой немножко похожий на вешенку, тоже ксилотроф, растущий на пнях, стволах, на корнях. Очень интересный гриб, гриб-энергетик, иногда некоторые расы отличаются и легкими энтогенными свойствами. Вот эти два гриба – это иммуносупрессоры. И если включать их в состав мазей, то это те мази, которые реально смогут начать помогать при псориазе. Дальше – антиангиогенез, то есть нечто, препятствующее разрастанию сосудов. Ангиогенез – вообще плохое явление, если при псориазе это маленькие капиллярчики, то в случае онкологии это уже серьезное сосудистое разрастание, которое кормит и поддерживает опухоль. И хорошо, что есть приличное количество грибов с подтвержденной антиангиогенетической активностью. Значит, в первую очередь это рейши, майтаки, гриб-баран, ежовик, грибенчатый и устрочная вешенка. Вот эти четыре гриба, да, еще раз повторю, рейши, ежовик, грибенчатый, гриб-баран, он же майтаки и устрочная вешенка. И, исходя из способностей к антиангиогенезу, обращу внимание женщин, они поймут, о чем я сейчас хочу сказать. Эти грибы точно так же эффективны и при так называемых сосудистых звездочках, включая купероз. Кто в курсе, тот понимает, о чем я говорю. В итоге, если мы балансируем одновременно между целым рядом параметров, увлажнением и сухостью кожи, это крем, иммуносупрессией, подавлением аутоиммунного воспаления и подавлением ангиогенеза, то вот те самые комплексные функции, которые реально могут обеспечить лекарственные грибы. При псориазе. Но это еще не все. Интересная новинка. Когнитивно-поведенческая психотерапия псориаза. Есть данные, что программы когнитивно-поведенческой психотерапии, помогающие больным псориазам справляться с психологическим дискомфортом, стрессом, депрессией, являются неплохим дополнением к традиционным методам лечения псориаза. Потому что вот эта социофобия, которая порождается болезнью, боязнь того, что тебя увидят, и отсюда все эти стрессы, депрессия и дискомфорт, оказывается, неплохо снимается с когнитивно-поведенческой психотерапией, и интенсивность псориаза уменьшается. Точно так же работают и психотропные препараты, безопасные при псориазе, антидепрессанты. И повышая устойчивость больного к нервно-психическим стрессам, уменьшая тревожность, депрессию и так далее, препараты реально могут уменьшить частоту обострений на почве стрессов. Итак, смотрите, что получается. Давайте сделаем такие коротенькие выводы по поводу псориаза и грибов. Смотрите, прямо вот перечисляю грибы и рассказываю о том, что они умеют делать. Лензит из березовой – это иммуносупрасия. Естественно, применяться должно уместно, то есть в составе кремов. Белепил – гигантский, все то же самое. Иммуносупрессор и местно в составе кремов. Рэйши – работает в плане антиангиогенеза и хорошо работает как антидепрессант. Значит, еще раз обращу ваше внимание, что антидепрессанты – это отличная история при псориазе. Гриб баран или майтаки, так же как и рэйши, антиангиогенез и антидепрессант. Устрочная вешенка – антиангиогенез. Ежовик – грибенчатый, антиангиогенез, антидепрессант. Опионок осенний – то же самое, как ежовик. Антиангиогенез – антидепрессант. Трутовик зонтичный – то же самое, антиангиогенез. И против воспаления отлично работает. Тромета с подавлением аутоиммунного воспаления. Белый гриб, что интересно, проверено, непонятно как работает, но комплексное воздействие, включая загоняние псориаза в невизуальную стадию, комплексное воздействие неизвестной природы. Мухомор красный. Подавление воспаления и снятие симптомов. Природа тоже не выяснена. Ну и к тому же антидепрессант. Продолжение следует...